Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой беседе мы начали разговор об Иисусе Христе. Мы узнали, что Иисус Христос – это истинный Бог и истинный человек. Теперь нам предстоит узнать о том, зачем Бог стал человеком. Многие слышали, что Иисуса Христа называют Спасителем. Главный храм Русской Православной Церкви, который находится в Москве, называется Храмом Христа Спасителя. Это не случайно. Православное вероучение говорит нам о том, что Иисус Христос пришел на эту землю для спасения людей. Когда мы говорим о спасении, то подразумеваем под этим спасение от греха. Сегодня мы остановимся на понятии греха и истории грехопадения. История грехопадения описана в третьей главе книги Бытия. Действие, которое стало выражением грехопадения, состоит в том, что первые люди, Адам и Ева, съели плод с дерева, с которого им было запрещено есть плоды. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Суть грехопадения главным образом выражается в нарушении связи первых людей с Богом. Богом была дана заповедь не есть плодов от одного из деревьев, но эта заповедь была нарушена, а через это была нарушена связь человека с Богом. У многих возникает вопрос о том, почему была такая заповедь и почему последствия от ее нарушения должны сказываться на всех остальных людях. Один из ответов на этот вопрос, который дает нам христианское вероучение, состоит в том, что Бог создал человека свободным, но чтобы у человека была возможность развивать свою волю в следовании добру, человеку была дана заповедь, исполняя которую, можно было укреплять свою волю и поддерживать свою связь с Богом. Но человек по-иному воспользовался своей свободой и использовал ее таким образом, что связь с Богом была нарушена. Когда мы в одной из прошлых бесед говорили о свойствах Божьих, то отмечали, что Бог благ по своей природе, поэтому его заповеди тоже служат благу. Отступление от них, наоборот, ведет ко злу. Последствием грехопадения стало то, что природа человека изменилась. Она стала слабой и склонной ко злу, подверженной болезням. Главным последствием грехопадения стала смерть. Но Бог не оставил человека и сразу же после грехопадения обещал ему спасение. В своей книге «Катехизис» митрополит Иларион пишет об этом. «Бог всегда борется за душу человека, за его спасение. Древние люди знали об этом и со времен Адама жили надеждой на то, что один из его потомков победит зло и дьяволы. Именно в этом смысле в христианской традиции понимаются слова, которые Бог обратил к змею, соблазнившему Еву. «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семенем Евы, то есть ее прямым потомком, одержавшим победу над дьяволом и злом, навсегда искупившим человечество от греха, проклятия и смерти, стал Иисус Христос. Ожиданием его пришествия на протяжении веков жили древние люди, и его приход предвозвестили пророки. Пришествие Иисуса Христа в наш мир было необходимо для того, чтобы принести людям избавление от последствий грехопадения. О том, как это совершилось, мы будем говорить в нашей следующей беседе. А пока подписывайтесь на наш канал и смотрите дополнительные материалы по ссылкам в описании.